Жильцы домов на улице Кольцевой возмущены. Всего в нескольких метрах от детской площадки появилась гора строительного мусора. Раньше на этом месте был двухэтажный жилой дом. Вот это красота, как вы думаете? Вот я выгляну с балкона на эту красоту. Местные жители вспоминают, постройку 1957 года признали аварийной в прошлом году. Осенью людей расселили, а уже в начале зимы на объект пришли рабочие и начали разбирать многоквартирный дом. Когда все развалили, все начали постоянно, вроде как, быстро убирать, думали, все это уберется. А это вот уже сколько времени и никакого нету сдвига. Рядом две школы, поликлиника, дорога к ней проходит мимо этой свалки. Родители первыми начали бить тревогу. Дети играют со строительным мусором. Разрушенный дом никак не огорожен. Как же гоняют, вот кто рядышком сидит, видят их, гоняют их постоянно, детей, чтобы они туда не лезли. Там же и гвозди, и камни, ну все что угодно. Вот как жить? Вот так и живем. А куда деваться? Куда только не звонили, бесполезно. 21, 23, 23 дропа 1. Звоните, у нас только заявок на вашу. Не звоните нам больше и все. В городской администрации нам пояснили, к сносу дома на улице Кольцевой, 27, муниципалитет не имеет отношения. Он был разобран неустановленными личностями. По словам жильцов, все стройматериалы эти самые рабочие продавали прямо возле руин. Сейчас полицейские устанавливают подробности инцидента. Приступить к работам на объекте городские власти не могут. В доме до сих пор зарегистрирован один оренбужец. В пятой квартире у нас числится гражданин, который до настоящее время, получив новую квартиру, проживая в новой квартире, до сих пор не снялся с регистрационного учета. Все наши уговоры по поводу необходимости снятия с регистрационного учета, пока не возымели силы, гражданин остается прописанным быть в этом доме. С регистрационного учета мужчину снимут только после решения суда. Тогда представители городской администрации смогут выйти на объект и официально снести здание. Анастасия Матвеева, Владислав Горбунов и Константин Воробьев. Новости дня.